Здравствуйте, коллеги. Приветствую всех гостей. Кстати, хочу сразу отметить, что на постсоветском постранстве критично не хватает политической сатиры в медиа. Вот, например, у Литвы есть Андрей Устапи, у нас, насколько мне известно, очень интересный журналист. Не знаю, может быть, я просто не осведомлен. Но давайте к делу. Что вы представляете каждый раз, когда думаете о комьюнити менеджменте? Вы представляете общество, сообщество, кружок по интересам, или это группа в соцсети, или это какая-то группа людей, или это сериал, может быть, в вашем представлении. Давайте я покажу наглядный пример, что может комьюнити. Комьюнити может собрать очень много крови и спасти очень много жизней. На самом деле это сделала не комьюнити, это сделала одна конкретная акция, но для этого, конечно же, подключилась серьезная группа людей через ВКонтакте, о чем мы сейчас будем говорить. Хорошо, что предыдущие спикеры затронули тему социальных сетей. В России наиболее доминирующей является сеть ВКонтакте. В России, статистика, надеюсь, частично видна, 4,5 миллиона человек приняли участие в акции. Это не 2017 год, если не ошибаюсь, что это 2016 год. Так вот, колоссальный виральный фактор. Виральность – это когда люди, вовлеченные в процесс, привлекают еще больше своих людей, друзей, знакомых, родственников. И почитайте спасенные жизни. Я не рискнул. Так вот, аудитория ВКонтакте стремительно растет, как и других соцсетей. Мы больше посмотрим на другую статистику, но я предполагаю, что у каждого региона есть своя специфика по социальным сетям. Но мне кажется, что в странах СНГ ВКонтакте достаточно доминирующая соцсеть. Я не знаю, в Украине она вроде запрещена, может где-то еще, но в любом случае она там работает. Так вот, это крупнейшая соцсеть на текущий момент. То есть, Телеграм, конечно, захватывает нишу с точки зрения того, что там есть канал, а там есть не только чаты. Половина населения России ежемесячно, как вы видите, использует ВК. И думаю, что в разных регионах СНГ статистика реально может быть другая. Так вот, для чего НКО используют ВКонтакте, для чего они используют социальные сети? Мы сейчас плавно переходим к комьюнити. Возможно, задним рядам не очень видно, но некоммерческие организации используют соцсети для информирования о своих целях, для проведения мероприятий, как ни странно, некоторые для сдачи отчетности и, конечно же, используют для сбора денег. Но действительно ли это так? И действительно ли это работает? Я не знаю, как у вас это работает. Кто-нибудь занимается фандрайзингом или краудфандингом? Ну, вот так прям, чтобы активно и самостоятельно. Поднимите руки. Есть такие? Это невозможно. Я могу пройти по знакомому и собрать тысячу рублей. Это называется краудфандинг. Да, собственно, почему я не люблю людей? Я люблю личности, но вот люди в целом, они достаточно бесполезные. Я позже еще на этом остановлюсь. Надо сказать, что комьюнити вообще очень сложно отстраивается. И особенно в женской среде. Я сам немного феминист, но это данность, с которой нужно работать. Например, такой жесткий пример, наверное. Представьте себе, сколько людей в России освобождается по условно-досрочному освобождению. Ну, если, конечно, они там никакие-нибудь злодеи, убийцы. Сколько в процентах? Есть предположения? Около 15%. Как вы думаете, сколько из них женщины? Нисколько. Отчасти потому, что женщины не умеют копирироваться, делать комьюнити, выживать. У них много ярости, агрессии, трусости. Но в среде российских колоний, в среде, когда много судей женщины, эти же женщины вносят приговоры, когда они не освобождают других женщин по УДО. И, соответственно, если в мужской среде есть альфа-самец, или он появляется, то в женской среде есть какая-нибудь тетенька, которая много пила алкоголя, и которую поставил глава колонии управлять ее комьюнити. И поэтому это не работает. Но равно ли комьюнити волонтерам? На самом деле волонтеров можно найти на разных ресурсах. МОЗ-волонтер, волонтер.ру. Я думаю, что в каждом регионе есть свои подобные ресурсы. То есть это готовые люди, которые готовы во что-то впрячься. Можно найти сразу под конкретные задачи этих волонтеров. И, конечно же, СММ, social media marketing, очень помогает. Кстати, если вы хотите работать с комьюнити, вам придется стать маркетологом. Или нет маркетологов. Без этого это будет очень плохо работать. Собственно, картинка отражает, что может комьюнити, что могут волонтеры. Это мое мнение. То есть комьюнити, оно не то чтобы бесполезно. От него можно получить пользу, но какую, вот мы сейчас к этому перейдем. А волонтеры, они пользу реально предоставляют. Они предоставляют пользу своими компетенциями, своим временем, тем, что они помогают. Ну, они делают реальную работу. При том, что это не часть команды, они за это, как правило, не получают денег. В России пытались регулировать деятельность волонтеров. Это получилось не очень успешно. Я думаю, что в разных странах это тоже пытаются обложить налогами, контролировать. И, в общем, все сложно. Но любить, как говорится, не запретишь. Так вот, да. Собственно, почему я не люблю людей? Потому что люди ленивые, ничего не должны, если вы им за это не платите денег. Или если они не заплатили за это денег. Но люди разные. То есть люди разные. И нам нужно понимать конкретно нашу целевую аудиторию для того, чтобы запустить процессы комьюнити менеджмента. Если мы не понимаем потребности нашей целевой аудитории, если мы не понимаем того, что ими движет, их мотивов, их устремлений, то это не заработает. Люди бесполезны, потому что они тролли, болтуны, хотелки, которые могут хотеть, но не хотят ничего делать при этом. И таких людей очень много вокруг нас. И я думаю, что вы с такими сталкиваетесь постоянно. В соцсетях, в первую очередь. Но на самом деле люди не бесполезные. Это к вопросу о краудфандинге. Люди могут давать денег, например. Даже если они ничего больше не хотят делать. Это опрос по России. Он не совсем свежий. По-моему, 2017 год. В общем, проблема, о которых общество упоминает. Здесь, конечно, между 29 и 1% есть еще шкала, которую я не стал сюда заводить. Но, в общем и целом, вы должны понимать, что до тех пор, пока у нас в пирамиде Маслова мы движемся на низовом уровне и просто пытаемся выжить, сделать дороги ровнее, жизнь нашу как-то безопаснее, мы не пойдем дальше. Это очень большая редкость, когда человек игнорирует какие-то аспекты пирамиды Маслова и идет выше. Это, опять же, та реалия, с которой нужно работать. Собственно, люди, на самом деле, давайте вернемся к предыдущему слайду, люди просто не видят корреляции между общественной деятельностью и повышением личного достатка и его личных возможностей. Найти эту корреляцию и связать ее с выгодой, которую затем показать человеку, это задача для маркетинга и для комьюнити менеджмента задачи, и для вас задача. Это задача для некоммерческих организаций, для общественных организаций, если вы не хотите бесполезной комьюнити. Ну, то есть наркомания и алкоголизм объединены, хотя я бы не сказал, что... Ну, то есть часто их разделяют, но алкоголизм это просто легализованная наркомания, в общем. Ладно, о причинах не будем говорить. Собственно, пожертвования частных лиц. Высшая школа экономики проводит регулярно свои исследования. Исследование, кажется, с 2016 года. А, нет, с 2017, видите? Соответственно, мы видим, что пожертвование, доля пожертвований от частных лиц, она не падает. Она повышается, и мы можем поднять ее еще выше. Даже если доходы на достаток нашего населения не очень высок. Я был вовлечен некоторое время в систему предвыборного штаба Алексея Навального, который живет, по сути, на пожертвования волонтеров. И надо сказать, что они собирают довольно приличные суммы, потому что люди считают нужным жертвовать на то, на что они жертвуют. И многие люди при этом уходят от налогов разными способами. Через серые схемы, заплату в конвертах, регистрация-перерегистрация, банкротство и так далее. Но вот это добровольные пожертвования. И этим может быть полезна комьюнити. Если комьюнити не может стать волонтерами, то в этом случае соберите денег с них и наймите команду профессионалов. Ну, естественно, лучше заинтересованных и вовлеченных. По поводу фандрайзинга. Ну, в общем, никто не поднял руку по поводу фандрайзинга, когда я спрашивал. Я надеюсь, что все-таки кто-то действительно пытается брать денег у, может быть, зарубежных инвесторов, у национальных доноров. Есть президентские гранты, есть коммерческие гранты. Понятно, что часто деньги выделяют с каким-то аффилированным организациям. Но, в общем и целом, если вы не занимаетесь фандрайзингом и не работаете с комьюнити, у вас нет ресурсов. Завтра я веду мастер-класс, я постараюсь об этом рассказать подробнее. Это будет посвящено, собственно, ресурсам в целом. Вот. В общем, делегируйте эту задачу, нанимайте фандрайзеров или учитесь это делать самостоятельно, или ловите партнеров, которые смогут это делать для вас, за вас и ради вас. Или собирайте деньги с комьюнити. Да, по поводу инструментов. В России есть проект теплицы социальных технологий. У них куча-куча разных проектов подразделений и подпроектов. И, в частности, один из них, связанный с диджитал-маркетингом, это проект совместно с Google. Google выделяет гранты, помогает некоммерческим организациям по всему миру. У них большой список стран, которым они помогают. Им можно заявиться и получить денег на рекламную компанию в AdWords, например. Например, 10 тысяч долларов в месяц, наверное, если я не ошибаюсь. Короче, зайдите на этот сайт, я думаю, что видно. Или просто вбейте интеллектуальное волонтерство или Google для некоммерческих организаций, и вы найдете то, что вам нужно. Если у вас нет денег на рекламу, если вы хотите привлечь больше внимания к своим акциям, к своим активностям, используйте для этого партнерские связи с Google. Не важно, что Google аффилирован с ТРУ, тем более, что это может быть и не так. Они делают классный инструментарий. Используйте его. И дело не только в Google. Да, по поводу пути личности. Это, наверное, один из наиболее ключевых слайдов. Я почти укладываю свое время. Путь личности от общества к комьюнити, сообществу к волонтерам, добровольцам, а, наконец, к команде. Он лежит через тернии, реально через тернии. Точка входа – это как человек к нам попадает в комьюнити, как он там остается, это обряды, перформансы, делайте перформансы. У вас будут классные фотки, у вас будет чем отчитываться. У меня нет статистики по конверсиям, сколько людей из комьюнити становятся волонтерами, но я думаю, вы это можете проверить самостоятельно. Обычно люди между первой и второй позицией шатаются, а нам нужно, чтобы они шатались между второй и третьей. И в этом случае все наши механизмы заработают. Многие люди уже занимаются полезными вещами. Нам только нужно найти группу, достать альфа-самца, достать инфлюенсеров, ну, то есть лидеров мнений. И работает классная схема 5 плюс 1. Я сейчас на ней оставлюсь чуть позже. Сбор данных и статистика. Используйте ее. Если вы с этим работаете, как маркетолог, вы поймете, в чем, где ваша аудитория, как она работает. Значит, это гексада Маржевского. Поскольку у меня мало времени, я предлагаю вам самим изучить Анджея Маржевского, и его данные, они связаны с геймификацией. Но мы видим, что на правом слайде, мы видим, что большинство людей мотивируются, то есть они достигатели, то есть ачиверы и социализаторы. Соответственно, именно на основе того, что люди хотят чего-то достигать, видеть точки своих достижений, вы можете строить свою работу с волонтерами, с комьюнити. Про типы игроков, опять же, мы остановимся завтра. Подробнее. Ну, если вам хочется знать подробнее, возьмите также в команду психолога или маркетолог-аналитика. Лучше в одном лице. Но эти люди дорого стоят. По поводу 20 на 80. Собственно, это соотношение геймплея и реальной пользы. Если мы говорим о геймификации, то у нас скорее больше реальной пользы, чем геймплея. То есть процентов 80. Если мы говорим об игре, составляющей в виде какой-то обучающего фактора, то, конечно, это будет немного другое соотношение. Но в общем и целом это соотношение верно. Например, в этой игре, которую я делал в Transparency International России при поддержке фонда NET, собственно, здесь не очень много геймплея, но много показателей, которые связаны с обучающим фактором. Юриспруденция и тому, как работать с коррупцией, с антикоррупцией, с профилактикой и со всем таким. Было также Владимирское общественное собрание. В зале присутствует идеолог Алексей Шлепужников. Там было немного геймификации, но мы работали с волонтерами. Именно там я понял, что система 5.1 работает. Один наставник и пять волонтеров. И в этом случае я позже смог обкатать эту технологию на примере настольных ролевых игр и комьюнити настольных ролевых игр, где люди уже вовлечены в процесс, где людям очень интересно. И теперь, как мне кажется, я готов сделать инструмент для того, чтобы это работало в гражданском обществе. Если вы хотите действительно управлять, пускай у каждого члена команды, у каждого волонтера будет пять подопечных, подчиненных, неважно, как вы их назовете. Пять человек. У каждого из них будет свои пять человек. Плюс-минус один. И именно такая пирамида заставит все работать. Если вы рассказываете одному, а он передает свой жизненный опыт, он передает те знания, возможно, просеивая через свою призму. Да. Если вы хотите... Собственно, да. Меняйте название. Вам не нужен юрист, вам нужен архивист. Вам не нужен пиарщик, вам нужен доварянин. Называйте этих людей как-нибудь классно, чтобы им нравилось. Давайте им ачивки. Давайте им встретиться с какими-нибудь их кумирами. Давайте им возможности присутствовать на закрытых мероприятиях. Это все будет наградами вашим волонтерам, если они не требуют от вас денег. Здесь Telegram зря вычеркнут, но на самом деле не зря. Болтовня в чатиках преимущественно не приносит никакой пользы. Она бесполезна. Не используйте чаты, не используйте мессенджеры. Именно поэтому клиповость мышления и информационный шум. Используйте инструментарии для стратегического мышления, для действия, для постановки задач. Это заработает. Это позволит не отвлекаться и не тратить кучу времени на бесполезную болтовню. Собственно, мир станет лучше, если будет как на картинке. Самое главное, что я хотел до вас донести. Ставьте волонтерам и комьюнити простые задачи максимально простым способом, простым языком, на котором они разговаривают. Не забывайте про каналы трафика, конечно же. И, собственно, умейте закрывать проекты. Любой перформанс, в частности перформанс по закрытию проекта, это классно. Вы на нем можете объявить о том, что открываете новый, следующий проект. Ставьте точки, и они станут вашими многоточиями, и станут вашими возможностями для выхода в новые интересные, замечательные проекты, более актуальные и, возможно, более эффективные. Собственно, это все. Спасибо. Спасибо. По моему глубокому убеждению, мастер-класс – это то, что немного увлекает публику, поэтому сегодня вам придется работать вместе со мной. Я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то часть зала это сделает. У меня есть чуть-чуть раздаточного материала. Очень хорошо, что нам гостиница предоставляет вот такие замечательные блокноты. Мы в них будем писать и рисовать. В первую очередь рисовать, я вас попрошу. А пока мы не начали, я немного расскажу больше про геймификацию и про геймдев, то есть геймдизайн, разработку игр. Вчера мы не разобрали вот эту гексограмму, мы сейчас к ней вернемся. На самом деле, наверное, давайте с нее начнем. Во-первых, для начала, что такое геймификация, по моему убеждению? Геймификация – это процесс изменения бизнеса и каких-то серьезных социальных процессов, обличения их в игровое русло для того, чтобы понизить порог входа, для того, чтобы повысить мотивацию, заинтересованность людей. И большой геймдев не верит в геймификацию, потому что в настоящей геймификации в ней мало геймплея. А еще потому что, когда заканчивается геймификация, когда заканчивается сам геймплей, когда заканчивается игровой процесс, человек теряет интерес к той теме, на которую было точно геймификация. Так считает большой геймдев, и в принципе он прав. И если мы посмотрим на различные карточные игры, настольные игры, даже если это классные развивающие игры, сделанные в приложениях и на компьютере, они очень часто действительно становятся неинтересными, когда заканчивается геймплей. Остается рутина, остается одно и то же. Поэтому нам нужно соблюсти правильный баланс. И когда мы говорим о геймификации, для того чтобы мы хотим вложить какой-то разумный смысл, мы хотим вложить обучающий процесс в геймплей, в какую-то карточную, настольную или компьютерную игру. И для этого нам нужно соблюсти правильный баланс геймплея и, соответственно, смысла. В том случае, если мы говорим о 80% геймплея, существуют настольные ролевые игры, существуют компьютерные игры, существуют полевые игры. И я сам вел настольные ролевые игры, я этим занимаюсь около 17 лет. И помимо того, что я развиваю комьюнити, вы можете видеть это вот здесь, как это примерно работает. Это различные иконки, которые соответствуют тем или иным ролям. И помимо того, что люди приходят и играют в настольные ролевые игры, то есть они приходят ради эскапизма, ради того, чтобы уйти от суровой реальности. Но при этом мы можем в этот же геймплей, в эту продолжительную ролевую сессию, когда люди примеряют на себя какие-то образы персонажей, эльфов, кибердемонов, социальных работников, ученых в будущем. Неважно, это зависит от сеттинга. В это же время мы можем нагрузить процесс ролевой игры каким-то существенным звеном, каким-то обучающим моментом. Мы можем заставить людей изучать историю, мы можем рассказать людям о теориях заговоров, если мы, например, играем по какому-то городскому фэнтези. Например, в нашем мире есть вампиры. Или, например, в нашем мире есть мировое правительство и иллюминаты. Или в нашем мире, кроме текущих мировых религий, есть те, которые якобы исчезли, а на самом деле они не исчезли. Или мы можем перенести наших игроков в мир измененной физики, где человек основан не на углероде, да, у нас, кажется? То есть у нас не углеродная форма жизни, а, например, втористая форма жизни. Или, например, кремниевая форма жизни. И в этом случае мы мотивируем наших игроков изучать физику и химию. Помимо того, что мы рассказываем им об этой физике и химии непосредственно на играх, мы также предлагаем им изучить вопрос вне игр. И те люди, которые это делают, они на играх становятся более успешными. Кроме того, если мы говорим о том, что наш игрок становится нашим волонтером, то есть привносит что-то полезное в наше комьюнити, мы нагружаем его определенными задачами. Архивист ведет документацию. Освободитель, он привлекает больше людей. Он вытаскивает людей из рутины, из системы, приводит их к нам на игры или рассказывает им про наш продукт. Рыцарь, он обучает новичков. Он добрый, он не мизантроп, и он социализирует людей. Дворянин – это пиарщик или переговорщик, он разговаривает с другими людьми. Мудрец, он, скорее всего, юрист или он генератор знаний. Он многое знает о нашем продукте. Купец, он, разумеется, накапливает какую-то материальную базу. И таких ролей может быть очень много, в зависимости от того, какой продукт вы предлагаете продвигать. 5 плюс минус 1 – это система, я о ней вчера коротко сказал, но обычно, если мы говорим о настольно-ролевой игре или о коробочной настольной игре, оптимальное всего состав – это 5 человек, которые сидят за столом, плюс-минус 1, то есть от 4 до 6. И, вероятно, один ведущий, один мастер или тот, кто лучше всего знает продукт, кто может о нем рассказать. Это же применительно и к комьюнити. Если мы хотим иметь строгий и жесткий контроль над тем, что происходит, делегировать четкие задачи, это также можно использовать. И вы можете подключить к этому геймификацию. И именно сегодня я расскажу, как это сделать. Сейчас я раздам вам карточки. Была сделана вот такая вот игра про коррупцию. В ней достаточно много геймплея, достаточно много развивающего фактора. У меня нет с собой целиковой игры. Я понял, что она слишком тяжелая. Я не привез ее, тем более в нее довольно долго приходится играть. Поэтому я сейчас вам дам карточки. Вы посмотрите, как это сделано, наподобие тех, что на экране. Я думаю, что некоторые лица на игровом поле уже узнаваемые. Целиком игрового поля у меня опять же нет. Но оно занимательное. И могу сказать, что в этой игре деньги не имеют значения. В конечном итоге имеет значение, дошел ли ты до конца по карьерной лестнице и насколько высока твоя репутация. В общем, игра про коррупцию. Так вот, давайте мы немножко перейдем уже к следующей части. Я сейчас буду говорить. Без микрофона или? Вот, отлично. Кто категорически не хочет ничего писать, рисовать и создавать сейчас? Скажите мне, пожалуйста. Есть такие люди в студии? Хорошо. То есть все готовы немножко кооперироваться со мной? Хорошо. В таком случае мы сейчас используем флипчарт. И скоро я включу вам чуть другую презентацию. Надеюсь, что мне с этим поможет. А пока, пожалуйста, помогите мне. Вот здесь есть несколько карточек. Раздайте, пожалуйста, часть. Ну, можно пустить по рядам. Я надеюсь, вы потом почти все вернете. Я вынул их из реальной игры. Да, раздавайте, так, чтобы можно было посмотреть. На этих карточках очень многое имеет значение. И картинка на задней стороне. И текст. Местами текста очень много. И он не нужен. По крайней мере, в таком количестве. Деньги не нужны? Деньги. Всем нужны деньги? Деньги у меня. Хорошо, игровые деньги можно оставить себе на память. В любом случае, их потом мне можно не возвращать. Да, деньги можно раздавать. Так вот. Мы немного рановато включили, наверное. Давайте я верну обратно пока прежний слайд. Ну, или ладно. Мы, на самом деле, потом к нему вернемся. Гексада Маржевского. Она очень тесно связана с типами игроков. С тем, как мы можем замотивировать игроков, в данном случае наших людей, наших волонтеров, на то, чтобы что-то делать полезное. Сегодня мы попытаемся создать такой коробочный продукт, по крайней мере, начать его создавать. У вас в руках у кого-то появились карточки. На рубашке карточки указана, это карта коррупционера, карта честного чиновника, или это нейтральная карта, которую вы можете пустить в ход. Можете показать его соседям. Я думаю, что понятно, кто из них коррупционер, а кто честный чиновник. Также там есть текст, который описывает взаимодействие этой карты с игрой. Но там также есть внизу большими буквами, как правило, какое-то влияние на карьеру, на продвижение по репутации или на деньги. Верно? Так вот. Сегодня мы с вами попробуем создать свой проект. Точнее, создать продукт, который поможет волонтерам вникнуть в данный проект. Конечно, самое главное, первое, что нам нужно решить, это какова наша задача или какую проблему мы можем решить. Если у нас нет ни задачи, ни идеи, ни проблемы, нет смысла что-либо делать. Это будет игра ради игры. И она, возможно, никому не будет нужна, кроме вас, кроме разработчиков. Всегда держите в памяти целевую аудиторию вашего проекта, на кого он рассчитан, количество, мотивация этих людей. И, конечно, на начальном этапе нужно разработать суть проекта, тематику, ответить на ряд вопросов желательно. И, конечно же, если мы говорим о гражданском секторе, мы всегда имеем в виду какую-то реальную пользу, которую принесет проект. Мой проект, который я предлагаю, но сейчас я хочу, чтобы вы подумали над тем, что может быть злободневнее, это проект «Распределяй и властвуй». Проект, направленный для начала на декриминализацию выращивания конопли, а затем на производство одежды из этой конопли, поскольку эта высококачественная одежда и конопля здорово растет в любом месте. При Советском Союзе даже давали значки почетным коноплеводам. Это классный проект, я думаю, тем более, что коноплю можно курить, она доставляет гораздо больше удовольствия, несет меньше негативных последствий на жизнь, чем, например, алкоголь, который легальный наркотик. Поэтому я назвал проект на портале witheat.space. Но в первую очередь он направлен на раздельный сбор мусора. Ну, давайте так, конечно, мы можем здесь сколько угодно креативить. То есть можно говорить о легализации, можно говорить о раздельном сборе мусора, но я хочу, чтобы вы сейчас генерировали вместе со мной. Что, какой проект вы можете предложить для того, чтобы мы сейчас попробовали вокруг него создать конву нашего проекта, конву нашей игры, точнее. Да, моя проблема — это раздельный сбор мусора. У нас огромное количество мусора, у нас катастрофическая ситуация с экологией, по крайней мере, в центральной части России, она реально близка к катастрофе. И, соответственно, раздельный сбор мусора позволит меньше накапливать свалок, иметь лучшую экологию, иметь изделия из переработки. Ну, развитые страны этим давно занимаются. И мне кажется, это будущее. Но если вы считаете какие-то проекты... Это будет часть нашего проекта. Мы не только будем собирать, мы будем еще и делать другие вещи. Но давайте для начала проблематику поставим. Какая проблема, вокруг которой мы будем делать конву нашей игры? Если идеи не будет, то мы будем делать вот на этом. Что? Что, туризм? Да, да. Для Казахстана туризм проблемы. Наши туризм сделаны. Вы думаете, что НКО в этом поможет? НКО может решить данную проблему? Может, чтобы свободу слова, может быть, как-то... Снижение выхлопных газов. Хорошо, давайте так. Наша тематика — экология. Мы вокруг нее попробуем построить все. В рамках этой тематики давайте начнем с конца. Как вы думаете, что нам нужно сделать для того, чтобы улучшить экологию? И какую команду нам нужно собрать для того, чтобы улучшить экологию? Например, во Владимире мы, когда делали проект «Владимирка частного собрания», наша группа по экологии, один из шагов, точнее, причины, почему мы на это пошли, мы хотели сохранить последний лесопарк в городе. Что в итоге было сделано? Помимо того, что мы убирались в этом лесопарке, мы инициировали... Мы нашли рамочный законопроект о зеленых насаждениях, доработали его и внесли в местное законодательное собрание. Помимо этого, мы убирались в парке. И помимо этого, мы в итоге отбили парк у застройщиков. Он, конечно, в итоге не очень благоустроен сейчас, но зато это реально зеленый островок в городе Владимире. То есть, не благоустроен, однако. Так вот, как вы думаете, какая команда нужна для того, чтобы добиться какого-то из этих результатов? Давайте подумаем о команде. Нам нужна команда для проекта по экологии. Что мы именно будем делать в данном случае? Давайте я, наверное, покажу вам другой слайд. Кто-нибудь играл в домино? Хорошо, а кто играл в кэшфлоу? Денежный поток Роберта Киасаки. Есть такие, да? Но мало. Так вот, мне эта игра видится, если мы говорим о том, чтобы сделать простую игру, которую можно упаковать легко на уровне карточек. Я считаю, что нам нужно сделать игру, состоящую исключительно из карточек. Без большого поля, без большого количества фишек. Карточки и, возможно, какие-то фишечки в небольшом количестве. Так вот, это наша базовая доминошка. Это наша базовая карта в денежном потоке. На нее, вокруг нее мы будем нанизывать наши другие карты. Смотрите, у нас есть стрелочки. И мы сейчас можем пойти по любой из этих стрелочек в региональную специфику. Мы можем прописать с вами региональную специфику и то, как она отзовется на нашем проекте. Естественно, нам нужно будет унифицировать некоторые вещи, как они влияют. Не то, извините. Региональная специфика – это то, что необычно в регионе, то, что характерно и то, что повлияет на наш проект. То, что может помешать ему, то, что может помочь ему. Мы можем пойти по другой стрелочке. И давайте мы с вами определимся сейчас, по какой стрелочке мы пойдем. Куда вы хотите идти? Что мы сейчас хотим делать? Ресурсы. Хорошо. Для обретения ресурсов нам помогут различные события. Потому что генерирование ресурсов происходит обычно двумя способами. Два способа – это краудфандинг и фандрайзинг. То есть мы либо просим денег у доноров, либо просим денег у населения на нашу нужду. Наверное, начать с команды. Потому что часто у команды есть ресурсы, о которых они не имеют представления. У одного гараж, у другого мотороллер, у третьего тысяча долларов ненужная. Ну, как ненужная? Может быть, нужная, но не очень. Не сейчас. У кого-то у папы есть ангар, например, а у кого-то мама работает экологом, и у нее есть доступ к какой-нибудь базе. То есть часто у наших активистов, у наших волонтеров, которые уже находятся в игре, которые уже являются частью нашей команды, у них уже есть какие-то ресурсы. Но давайте действительно поговорим о команде. Что очень важно в команде? Соблюсти, баланс, hard skills и soft skills. То есть мягких и твердых навыков. Здесь они более-менее распределены. И давайте мы, наверное, начнем рисовать. Смотрите. Есть люди, которые готовы делать некоторые вещи бесплатно. А некоторые вещи они готовы делать за деньги. Давайте представить себе такого человека. Это такое. Вроде бы волонтер, но вроде бы как и потенциальная часть команды. Да, вчера мы говорили про разницу между комьюнити и волонтером. Разумеется, комьюнити нам не поможет, если мы не говорим о сборе денег. Возможно, потом нам поможет комьюнити. Например, на уборку территории. Вероятно. А может быть для того, чтобы собрать больше волонтеров через репосты. Так вот. Допустим, у нас есть какая-то чаша. На донышке плещется энтузиазм, если угодно. Энтузиазм, какие-то навыки. Кроме того, у нас, например, есть воронка. Воронка позволит наполнить нам этот сосуд, если мы загрузим в него немножко денег. Ну, давайте назовем это альфа-коин, например. Ну, почему? Если есть биткоин, то будет и альфа-коин. Тем более, что наша экономика со временем станет все менее привязанной к экономике стран. И я думаю, что в будущем криптовалюта будет развиваться. Так вот. Давайте подумаем сейчас. И я прошу, чтобы вы использовали свою бумагу, потом презентовали это минутки через три. То, что вы напишите. Я, наверное, вызову двух-трех человек для того, чтобы вы мне помогли. Какими же качествами должен обладать наш волонтер или наша часть команды? Это первое, что нужно понять. И второе, что нужно понять, что эта часть команды должна сделать, может сделать бесплатно, готова делать бесплатно на постоянных регулярных основах. Мы не говорим о том, что волонтер это будет делать всю жизнь. Может быть, несколько месяцев. И то, что он сможет сделать при своих же компетенциях, софт и hard skills, если ему еще и накинуть денег за это. То есть, как бы купить его время, купить его дополнительную мотивацию. Я здесь предлагаю вот такой вот вариант. У меня не было возможности делать прогресс-бары, но вы, наверное, предполагаете, что такое прогресс-бар в какой-то игре. То есть, соответственно, как вы думаете, что это за человек? У него критическое мышление почему-то я не прописал, но она у него точно есть. Вот человек, у которого высокая техническая специализация, не очень высокая коммуникация, системность нормальная. Что это за специалист, как вы думаете? На самом деле это похоже на IT-специалиста. У IT-специалиста совершенно необязательно высокая компьютерная грамотность. Если мы не говорим, что это системный администратор, например, или коуч. Ну, в общем, это похоже на IT-специалиста, такого именно программиста, который пишет код. Я прошу вас сейчас нагенерировать, собрать такого человека, карточку человека. Какого-то специалиста, пиарщика или дворянина, не знаю, эколога или… Ну, давайте я вам верну немножко ролей сюда, если они у меня были, нет? Вот, например, вот это примеры тех специалистов, которые могут быть. Соответственно, волонтер, мне не кажется, что это какой-то специалист. Волонтер это в целом. Вот вам варианты. Давайте я оставлю вам две минуты тишины и, пожалуйста, накидайте карточку такого человека. Если вы не представляете, как это делать, ничего страшного. Но постарайтесь, чтобы там было минимум сложных смысловых конструкций, минимум слов и максимум условных обозначений. Хорошо? Итак, коллеги, давайте. У кого что-нибудь готово или у кого почти готово? Нет? Сложно? Хорошо. Прошу. Да. Я попыталась отметить на шкале уровень его коммуникации, текст, спецификации, критического мышления и готовности, ну, скажем, работать в команде. Ну, вот примерно так. Ну, то есть важные, на мой взгляд, какие-то вещи, которые должны быть в нашем проекте у дизайнера. И дальше я подумала, что он будет делать бесплатно и что он будет делать платно. Ну, и опиралась я в данный момент, наверное, на свой опыт, чтобы я делала бесплатно и что бы я не делала бесплатно, будучи дизайнером. Мне кажется, что бесплатно человек будет делать то, что его больше всего тыркает. То есть какие-то вещи, которые ему близки, что для него болезненно и болезненно для общества в целом. Ну, то есть он мог, например, помочь в составлении какого-то, не знаю, ну, там, инфографики, к примеру. То, что не требует много времени у него, не отнимает много времени, не требует от него больших, скажем, там, умственных затрат. Да, визуализация. То есть что ему сделать несложно. Для чего нужно… Да, что требует какого-то подхода эксклюзивного или выработки, там, ну, чего-то очень супер-пуперинтересного, наверное, он это не будет делать бесплатно и на это нам потребуются какие-то деньги. Хорошо, что-нибудь еще? Ну, там, какие у вас еще были пункты? В любом случае это неплохая визуализация вот шкалы компетенции, шкалы навыков, она может быть вполне такой. Она может быть на прогресс-барах, она может быть совершенно разной. Самое главное, чтобы она была визуально понятная. И не перегружайте свою игру сложными смысловыми конструкциями, старайтесь вести все к образам. Я вижу, что многие спикеры здесь выступают, и у них на презентации вот прям простыни текста. Они не воспринимаются, их не хочется читать. То же самое с игрой. Чем проще будут ваши конструкции, тем больше они будут заключены в инфографику, в какие-то аватары или какие-то понятные образы, токены их можно назвать или иконки, тем будет проще, тем будет ниже порог входа, тем интереснее это будет смотреть со стороны. Спасибо, Диана. Может кто-то еще хочет рассказать про... Да, много людей, давайте кого-нибудь из заднего ряда, а то из заднего ряда вечно не достается возможность. Всегда, пожалуйста. Спасибо. 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 Давайте вы будете рисовать. Хотя, ну не знаю, сейчас посмотрим. Так, я, во-первых, портрет сразу же представила, да, это молодой человек от 20 и выше, да, может быть до 40 лет даже, да, сейчас молодость до 40 тянется. Обязательно должно быть такой open mind, да, вот мышление очень открытое. Вообще ориентированность на новые тренды времени, вот такие, как здоровый образ жизни, да, спорт и так далее. И по поводу того, как бесплатно он будет работать. Вот для меня это вот первое, что должен сделать волонтер, это привлечь внимание общественности вообще к проблеме экологии через социальные сети, потому что это вот как раз возможность бесплатно использования. И я думаю, что следующим шагом у него это будет собрать команду единомышленников, вот как раз вот через соцсети, возможно, там даже экспатов, потому что это очень сейчас популярный, кстати, такой тоже тренд для уборки мусора. И я думаю, вот достаточно вот такие простые шаги для того, чтобы хотя бы убрать у нас тут в горах. Да, спасибо. Хорошо, без вопросов. Вопросы потом лично. Визитки будут где-нибудь на столе. Смотрите. Нам нужно в итоге собрать игру. Мы подобным образом, стараясь унифицировать наши показатели, наши параметры, параметры нашего города, параметры наших людей, мы вот подобным образом делаем эту игру. А затем мы провешиваем взаимодействие. Если мы говорим о волонтерах, если мы говорим о том, что мы эту игру предложим нашим волонтерам, чтобы научить их базовому проектному менеджменту, чтобы они понимали, что им делать. Потому что обычно волонтеры люди энергичные, но они не знают, что делать. Так вот, мы хотим их научить, что же делать. Мы простраиваем вот такую вот игру на доминошках, на кэшфлоу. В итоге у нас есть на разных стрелочках проектная документация, региональная специфика и многое-многое другое. Соответственно, но прежде чем мы к этому подойдем, нам нужно, конечно же, понимать… Алена, верните, пожалуйста, мне слайд с предыдущей презентации. И мы на этом закончим. Вам нужно понимать вашу целевую аудиторию и думать о том, как люди будут играть в эту игру. Они будут играть в нее на мобильном. Но, скорее всего, на столе, да? То есть должна быть простая коробочная игра. Потому что есть регионы или есть люди, где у людей… Ну, регионы, где у людей нет мобильных телефонов, где у людей нет интернета. Да, спасибо. Я прошу вас ознакомиться в свободное время с исследованием Анжиа Марджескова, если вы хотите понимать типы игроков. У каждого из этих игроков на основе геймдева есть свои предпочтения. Но отталкивайтесь от того, что у вас подавляющее большинство вашей целевой аудитории – это достигатели, ачиверы. Они хотят достигнуть какой-то цели, какого-то показателя. И социализаторы, которые хотят общаться и взаимодействовать. И самое главное – не наказывайте людей. Есть разные способы геймификации – кнутом и пряником. Не нужно это делать кнутом. Мотивируйте от позитивного. И вы обрячете. Да, к сожалению, поскольку полчаса у вас очень много, это все, что я хотел сказать. Надеюсь, вы мне вернете карточки, а я вам дам свои визитки, если вы захотите геймифицировать то, что у вас уже есть. Спасибо большое, Кирилл.